А что, я один пошел только? И что себе, думал, там сзади меня толпа уже стоит. Посмотрите вниз. Класс! Привет, с вами Виконста. Сейчас отправляюсь на автовокзал. Будем ехать на гору Айпетри. Иду в сторону вокзала. Народу очень много. Не знаю, в какую маршрутку влезу, не влезу. Но буду стараться пробиваться, чтобы приехать туда пораньше. На улице жара стоит неимоверная. В тени обещают сегодня 33 градуса. То есть без головного убора на улицу вообще никак нельзя выходить. И не забывайте брать воду. Если вы подниметесь на Айпетри, во-первых, там цены будут заоблачные. Во-вторых, желательно брать с собой какой-то рюкзачок. Обувать кроссовки, либо какую-то удобную спортивную обувь. Не вздумайте ехать туда в шлепках. На рынке в обед уже аншлаг. Классный разлив. 200 грамм 30 рублей. Пол-литровая 55. Клеенки, констовары, канцелярия. Во всем, чего только душе угодно. Вышел я с автобуса. Вот 115-й. Но сюда также ходит 102-й и 132-й. Кому еще интересно, можете через гугл-карты вводить название. И здесь через интернет вам будут выскакивать автобусы, какие ездят в эту сторону. Вот поэтому вам это на будущее. И смотрите, здесь аккуратно переходите дорогу, так как поворот вообще не просматривается. Здесь автобусы также отправляются с горы и на гору. И вот видите, канатная дорога. Идем. Посмотрите, какая природа. Все-таки крымские горы красивые. Спустился я по тропинке вниз. И отправляемся на наше место назначения. Видите, асфальт новый постелили. Что радует, то что хорошие дороги в Крыму. И опять огромное количество машин. Нереальные пробки в центре города. Перекрывают движения. Полицейские регулируют на перекрестках. В общем, чтобы вы знали, если есть возможность, то едьте лучше без машины. Сейчас глянем, есть ли тут вообще очередь. А то постоянно говорят, что людей очень много и будешь стоять до получаса. Ну, эти маршрутчики есть. Там можно, то есть, подняться и опуститься. Вот, 400 рублей взрослый, 250 детский. Работает до 16.00, с верхней станции до 17.00. Ну, и вот очередь. Сверху спустите из канадной дороги. Разница в 100 рублей. По 500, да? 500 рублей наверх, 400. Ну, как раз и цены узнали. Сверху спустите из канадной дороги. Выходим и пересаживаемся в другую кабину. Канадная дорога. Канадная дорога Мисхор Айпетри. Именно второму верхнему участку канадная дорога обязана своей уникальностью и популярностью. Мой полководья, условия которого снова и снова нарастали кораллы. Так возник этот мощный коралловый ритм. Теперь он стал неотъемлемой частью суши, крымских гор и украшения южного берега Крыма. И наш вагон встречается с вагоном, идущим в противоположном направлении. Капитан, и множество мелких пивов являются реаниментом процесса выветривания. Благодаря своей выразительности и узнаваемости, альпетинские субцы... Слушайте, здесь реально прохладнее, чем там, внизу. Нет, спасибо. Травы все продают, чай, варенье, магнитики. Смотрите, сколько здесь желающих подняться и опуститься. Не знаю, как только опускаться будет. Рынок. Сейчас мы посмотрим с высоты. Там еще кафе есть. Фотографии можно сделать. Давайте еще глянем, как здесь выглядит рынок. Что продают. Тапочки, пледы, лечебные пояса, шапки. Наши статуэтки. Слушайте, ну тут всегда можно что-то будет найти. Конечно, я выбираюсь вам почитаю. Это приправы для рыбы, для шашлыка. Сколько одна такая стоит? Одна, пятьдесят, но сделаю три штуки на сто рублей. А такую, чтобы еще взять на подарок разные? О, на подарок, только вот повернетесь. Вот я вам покажу, вот на подарок, смотрите, плюс магнитик идет. Плюс магнитик, а это Бахчисарай, да? Да, да. Это все приправы с Бахчисарая? Да, это наши местные. А, это все крымские? Крымские. Надо, значит, мне что-то будет взять. Конечно, вот такая. Смотрите, крымские специи. Вот она вот такая вот коробочка и внутри красиво выложена. Так, давайте я куплю у вас штучки две-три, вы мне еще скидочку сделаете. Договорились? Я вам подарю. Подарите? Вот таких приправочек я вам подарю. Спасибо большое. Вот такую. Так, давайте мне вот эту вот одну. И эти одинаковые, да, получается? Нет, они разные. Позные, да? Нет, разные. Ну, давайте еще вот такую одну. И еще? И еще вот такую одну. И еще. Да. Тогда все разные. Угу. Все разные, сделайте. Все разные. Кому какая повезет, того и будет. Нет, могу два или три. Нет, не надо. Не надо. Так, наоборот, разнообразить. Еще? И все. Три штучки, да. Какую вы мне бонусом отбудите? Так, давайте нашу национальную шурку. На шурпу? Да. С баранины настоящие. А шурпа добавляется туда, картошка? Добавляйте обязательно. Морковка, круглая. Да, да. Картошку много не надо. Больше лука. А варите баранину часа два? Естественно. В Казани? Навар должен быть. Естественно. Так, это тысячу. Еще 50. Еще 50. Сейчас. А халва не надо? Нет, спасибо. Вот приправы надо. 100% будет. Очень вкусная халва. Вы один вот попробите, вот просто балл. Все, спасибо. Чисто по приправам заказано было. Просто по приправам, да? Все, спасибо большое. Пожалуйста, а чай очень? Нет. Нет, да? Спасибо. В общем, купила еще гостинцев. Три штуки. Сейчас надо будет тут прогуляться, посмотреть, что продается. Не спеша. Это что такое? Очень много всего, ребят. Глаза разбиваются. Если вы любите такие места, злачные, такие как рынки. Ну, в принципе, я тоже люблю ходить. Ну, и показывать вам, что вам надо задержаться. Потому что здесь есть на что посмотреть. В общем, ходить тут, перебродить. Но у нас основная цель, наверное, вот та самая вершина. Мы сейчас будем туда подниматься. Ветер здесь задувает в камеру. Сейчас включу ветрозащиту. Ну, и плюс надену небольшой поролон, чтобы вам лучше все слышалось. Идем дальше. Смотрите. А базар-то не заканчивается. Там еще можно будет прокатиться с самой вершины. Вот туда вниз. Посмотрите, сколько ковров. Сколько тапочек. Носки. Головные уборы. Приправы. На каждом отделе долго не хочется задерживаться. Еще очень много всего можно посмотреть. Пальцик, наверное, большой. Медаль, писташки, фундука. Выбор большой. Пояса лечебные. Суки. Смотрите, камни везде. Поэтому нужно смотреть под ноги. Камни острые. Падать нежелательно. Можно немножко схитрить. Обогнать всю колонну движения и пройти дальше. Но главное смотреть под ноги. И вот как раз катаются. Надо будет, кстати, узнать стоимость этого аттракциона. Внизу было очень жарко. Но здесь, в связи с тем, что большое количество насаждений деревьев, то температура воздуха здесь заметно уменьшилась. И попрохладнее стало. Но мы идем дальше. Тишина. Где-то вдали птички поют. О, какой прохладный воздух. Жалко, что камера не передает вам эти ощущения. Если приедете в Крым, то обязательно съездите на Айпетре. Конечно, кто приезжает сюда с детьми, то смотрите сами. Подниметесь вы или нет. Да, дыхалка забивается. Ну а куда деваться? Еще нужно успеть там заснять ролик. Спуститься. Так что выезжайте пораньше. Скорее всего при путешествии вы на Айпетре подниметесь всего лишь один раз. Чтобы повторно не подниматься, сразу же все обходите здесь. Исследуйте. Еще есть такие обозначения. Вы прошли 200 метров. Это чтобы вы чуть-чуть обрадовались. Плохо, что они не написали, сколько вам осталось. Видимо, они хотят, чтобы расстраивались люди. Тут также экскурсии проводят. Ну мы сами по себе. Ну вот мы почти у вершины. Ну как вам вид? Сейчас мы с другой стороны обойдем и покажем. Вот, кстати, человек летит. С ветерком пошла. И второй. Слушайте, есть годный лайфхак. Если вы не хотите спускаться обратно с горы, то можно на вот этой приколдесине просто спуститься вниз и там пройтись пешочком. Там немножко будет попроще. Ладно, пока поднимаемся на самую вершину. Также можно здесь пройтись по этой лестнице. Цена составляет 700 рублей с человек. Как думаете, стоит пройтись? Ну не зря же я приехал. Пройдемся. Давайте с этой стороны я покажу вам еще вид. Конечно, облака все закрыли. Там даже коптер снимает. Видите, пускают. Два, четыре, шесть человек. Ну конечно. Мы идем дальше. Тут совсем другая атмосфера. Вроде бы устал, а с другой стороны присутствует какая-то радость. Не знаю почему, но... К сожалению, ничего не видно. Ну а здесь прокатиться полторы тысячи стоит. Может и прокатимся. Ну что, спускаемся. Идем сейчас на лестницу. Правую нашу. Левую. Правую. Левую. 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 Сейчас будем идти по этой тропиночке. Я как раз камеру на голову нацепил, чтобы руки были свободные. Потому что нужно обязательно держаться хорошо. Смотрите, у вас в руках два карабина. Один большой, один маленький. На красненькую нажимаем, расстегиваем. Вот вы смотрите, а вы в руках его держите. Большой карабинчик с прорезью продеваем через площадочку. Маленький цепляем за трос. Держимся за оранжевый поршень, идем по серединке. Можете идти. Так, ну что, народ, пошли. Тут дело в том, что нужно не за трос держаться, а как раз просовывать карабины. Чем дальше отходишь, тем становится страшнее. Знаете, вот правильно говорят, вниз главное не смотреть. Это 100%. Кто-то там сзади такой толстый зашел, что на правую сторону переклоняется все. Блин, эмоции крутые, но дело в том, что в голову ничего не лезет. Тут главное пройти все на адреналине, кайфануть. Посмотреть в разные стороны еще. Там еще та группа не дошла, а мы уже здесь догоняем их. Слушайтесь, ну вот так чуть-чуть прошелся, уже и не сильно страшно становится. Ну, как-то непривычно. Если вы хотите снимать себя, то желательно либо с головы, либо с груди. А так, конечно, прикольно. Но, опять-таки, здесь страховка. Далеко вы точно не упадете. Я надеюсь, таких случаев не было, но, может, кто-то и падал. В общем, прикольно. А что, я один пошел только? И что себе, думал, там сзади меня толпа уже стоит. Посмотрите вниз. Класс! Быстренько пройдемся. О, здесь уже не страшно. Так, просовываем. А это отщелкиваем. Чик! Пошли дальше. Не забываем правила безопасности. Сразу же прищелкнули. Смотрите, какой вид открывается. Вот там максимальная высота. И вот там максимальная. Туда дело в том, что подступов нет, поэтому туда флаг поставили. А так, 1234 метра над уровнем моря. Видите? Аккуратно здесь просовывать. Так, это просовываем. И здесь все точно так же. Так, идем. Здесь поднимаемся наверх. Поэтому, не знаю, мне что-то здесь не так страшно. Там было страшнее. Может, то, что люди вверху. Все-таки к ним иду. Видите, смотрите, кто-то на левую сторону переклоняется, сразу же ее клонит. Поэтому старайтесь держать равновесие. Даже в таком нелегком месте. Может, это специально сделано? Чтобы на левую сторону все клонилось. Ну да, в левую часть. Но вы бы прошли здесь. Я жду в комментариях вашу оценку. Главное, не паниковать. У вас все получится. Сейчас сделать фоточку. Можно. Коптер летает. Здесь вид, конечно, потрясающий. Очень круто. Забавная приколюха. Видите, все равно она так по сторонам шатается. Но страшно. Не знаю, у кого как с психикой. Но, блин, эти ощущения непередаваемые. И снимаем. Молодец. На здоровье, хорошего отдыха. Отличная вещь. Да, фото сделайте на память. И пока вы ходили, у вас сфотографировал наш фотограф, можете подойти к нашему мониторчику. Девушка Юлия, и нам покажут ваши фотографии. Спасибо. Молодец, у вас тоже фотографировали. Можете к монитору подойти и поставить свои фотографии. Спасибо. И нам здорово. Мы на Эпетре. 1234 метра над уровнем моря. Эмоции классные. Кто здесь будет, обязательно попробуйте. Плохо, что все в облаках. А так здесь потрясающий вид. Ну что, спускаемся дальше. Поехали. Поехали. Сейчас будем спускаться. Вес какой у вас, кстати? Вес? Да. Ну, до 100. До 100? Да. Смотрите, вот так вот звездочкой полетите. Звездочкой? Так лучше? Да, у вас вес большой, чтобы скорость сбавить. Ага. А то, как разгонюсь, да? Да, да, да. Я понял. Сразу так вот руки, ноги в стороны. Все, садитесь. Все, готовы? Да. Все, поехали. С звездочкой сказали лететь. Вес! Меня не слышно, но вы его, типа, чувствуете. Круто! Опа! Здрасте! Здрасте! Поднимайтесь наверх. Ну, звездочка летишь, скорость сбавляется. Конечно, рюкзачок пока можно снимать. Сидания, хорошего отдыха. Вам тоже хорошей работы. Происходит все быстро, молниеносно. Ну, вы сами все видели. Такая задумка, если вы не хотите спускаться по этим камням, можно спуститься на таком аттракционе. И пройтись по ровной дорожке. Буквально минуту назад мы были вот там, но сейчас здесь. А вы в Ялту вниз? Да, да. По 400, да? Хорошо. Отлично. Последний раз все, больше дядя не разрешает ходить. Все. Спасибо. На этой остановке родник молодости. Вот туда наверх. Видите, люди спускаются? Можно набрать, попить водички. Основочка 10 минуточек у нас здесь. Все? Первая остановка – Черепашье озеро. Сейчас подойдем, глянем, есть ли там вообще черепахи. О, да. Вон сверху плавают. Вообще малявки. Что-то ест еще. Ну, и там домик. Пока все фотографируются, нужно подойти туда наверх, к роднику. Вода здесь холодная, горная. Как раз надо охладиться чуть-чуть. Такая труба. Вода ледяная. Чувствуете запах? Нет? А я чувствую. Запах леса. В Крыму преобладают хвойные деревья. Поэтому специфический запах здесь присутствует. И вообще, крымские горы уникальные. Тем, что, первое, они находятся прямо у моря, а это вдвойне привлекает туристов. У всех летние отпуска. Все хотят выбраться поближе к воде, позагорать, насладиться морем. Ну и, конечно же, почему бы не съездить на Айпетри, либо куда-то в горы. В Чанцу в переводе с тюркского, как падающая, либо летящая вода. В то время, видите, никто не заворачивался, как увидели, так и обозвали. 100-метровый водопад, ну точнее бы, 98 метров падение воды составляет. Своё полноводие достигает 6 метров в ширину, и в эту секунду сбрасывает около 4 тонн воды. Там зрелище меньше, шикарное. Смотрите, остановочка 15, максимум 20 минут. Запомнили, да, ребят? На часики все посмотрели, на водопад вон туда вот налево, по тропиночке метров 300-350. Остановка У Чанцу. Прежде всего, нравятся такие остановки тем, что можно выйти, пройтись и подышать бризом с водопада. Видите, с левой стороны здесь еще обустроили такие ларьки, где можно купить всякие приколюхи. Кукуруза, кофе, латте 130, капучино 100. Туристов много. Также есть туалет. 35 рублей с человека. Прекрасная погода. Воздух хороший. Знаете, он наполненный каким-то своим ароматом. Вот не такой простой, как там у подножья горы. Шикарная природа в Крыму. Куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни глянули. Со всех сторон у вас будут окружать деревья и горы. Кстати, кому интересно, то эти горы образовались давным-давно. Около 200 тысяч лет назад все было залито водой. И Айпетри – это коралловый риф. Вот поэтому все сюда приезжают посмотреть на риф, грубо говоря. Ну и, соответственно, все ходят в одну точку и смотрят. Но мы сейчас пройдемся, глянем, как он выглядит. Посмотрите, какой склон. То есть наверх практически нереально залезть. Посмотрите. Раньше был один приток воды, а сейчас с двух сторон. Представьте, с какой силой вода бьется о камни. Сейчас как раз будет в камеру вам попадать вода. Что вам тут рассказывать, вы и так все увидите. Вы лучше послушайте. Поехали. 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 Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.